Владимир Семенович, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Семенович, вот буквально на этой неделе жители планеты могли увидеть суперлуние. Скажите, насколько это редкое явление? Чем оно вообще обусловлено? И вот именно вы как-то следили за ним? Да, и даже погода, обычно я слово погода пишу с большой буквы, нам дало возможность увидеть полнолуние. Выглядит, конечно, это очень красиво. Суперлуние, отчетливо виден знаменитый кратер Тихо. Лунные горы, кратеры отбрасывают тени. На поверхности Луны, на обратной стороне Луны, есть кратер, который называется Гомель. Правда, Гомель с двумя буквами Н, и это Фрейдс Гомель, немецкий ученый. Но, скажем, мы имеем право даже и где-то пошутить на эту тему. Луну хотя бы в бинокль, как это впервые сделал Галилео Галилей, но на Луну нужно посмотреть обязательно. Владимир Семенович, очень часто сейчас проводят взаимосвязь между какими-то астрономическими явлениями и состоянием людей. Насколько это вообще оправдано? И вот как раз-таки суперлуние, оно действительно так же как-то воздействовало на людей? Или это не так? Во-первых, если на Солнце произошла вспышка, это не значит, что плазма, которая выброшена Солнцем, обязательно полетит в сторону нашей планеты. Наша Земля в космосе настолько маленькая, что вероятность попадания крайне и крайне низкая. Если вы хотите спросить меня по поводу приливов и отливов, ну так опять-таки они происходят регулярно, и ничего с нашей планетой именно в полнолуние, уж если брать, или тем более вот это так называемое суперлуние, ну посмотрите, нигде ничего страшного не произошло. То есть это чисто психологический эффект. Что ж, раз нам нечего бояться, скажите, какие еще астрономические явления, вот скажем, в ближайшее время, может быть, в этом году мы еще увидим? Сегодня, вот в эти дни, до конца года на небе можно будет увидеть планету Марс. Она очень хорошо видна и достаточно высоко над горизонтом. Вы увидите одинокую, яркую, красную звезду на юге. Это и есть планета Марс. Если вы посмотрите где-то 18, 30, 19, 30, вот этот промежуток времени, после захода Солнца на юго-западе, вы увидите ярко-ярко сияет Венера. В декабре месяце можно будет увидеть метеорный дождь, который называется Геминиды. Владимир Семенович, ну вот уже почти, наверное, полвека вы в этой науке, скажите, за этот период доводилось ли вам видеть, фиксировать какие-то нетипичные для наших широт, для нашего региона астрономические явления? Ну вот вы помните, что в 20-м столетии, даже в последние десятилетия, мы наблюдали в том числе и над территорией Гомельщины полярное сияние. Я хорошо помню то время, когда даже невооруженным глазом на нашем, скажем, гомельском небе можно было наблюдать две кометы – Хейлобоппа и комету Хиакутаки. Все это выглядело очень и очень красиво. Конечно, не раз мы наблюдали солнечные затмения, прохождение Меркурия по диску Солнца. Вместе с Юрием Михайловичем Плескочевским мы наблюдали прохождение Венеры по диску Солнца. Ну, у астрономических явлений свой график, у вас наверняка свой. Скажите, сейчас над какими проектами, может быть, с научными статьями вообще работаете? Вы знаете, ну, помимо моей пока еще, хотя я уже пенсионер, но все-таки педагогической деятельности. Я работаю в гимназии номер 56, но еще занимаюсь с ребятами-олимпиадниками. Я с огромным удовольствием хожу и в областную, и в городскую библиотеку. Вот именно здесь у нас уже несколько лет действует проект «Планетарий в библиотеке». Рассказываю о каких-то наиболее интересных явлениях, ну, событиях, которые происходят в астрономии, космонавтике. И у нас не только астрономия вот в стенах этой библиотеки, но у нас еще и так называемая тротуарная астрономия. На улице Советской устанавливаем телескоп. Однажды нам, ну, так повезло, была великолепная погода, поэтому мы увидели не только Луну с кратерами, Венеру, Сатурн с кольцами, но даже над нами пролетала Международная космическая станция. И впечатление было очень и очень таким интересным. Что же, мне остается только поблагодарить вас за то, что вы нашли время, ответили на наши вопросы. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Спасибо.